ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Я рада за вас, что вы здесь и празднуете этот день. Хочу сказать, что мы провели четыре уникальных дня. Это был праздник, это была работа, это было все вместе. Наверное, самую... Мы провели четыре очень интересных, серьезных и интересных. И эти дни, для многих эти дни приближались медленно, долго, неуверенно. А для некоторых они просто не карли, чтобы не понять, куда летать, почему дни так быстро летали. И я хочу, чтобы вы сегодня здесь чувствовали это чувство праздника. Потому что это праздник, который заслужили для всех. Первое, что я хочу сказать, это благодарность людям, которые смогли быстро организовать. Это именно нашей команде, команде из Минска. Потому что это уникальная работа. Я думаю, что вы все это видели, даже не видели, если не поняли. То есть я могу сказать, что это уникально сделана работа. И огромное, огромное благодарность всей команде из Минска. Это был очень прекрасный момент, когда нам была возможность сегодня дозвониться до Анатолия, до дочери Юницкого. И передать ему и наши ощущения, и нашу радость, и нашу благодарность. И главное, вот всю эту позитивную энергию передать ему, чтобы он почувствовал, что он между нами. И мы с ним. Я хочу сказать, что в четыре дня эта выставка, которая сегодня закрылась. Но успешная жизнь в проекте «Старе» только по-серьезному начинается. Давайте поздравим этот путь, чтобы он был успешным, прекрасным. Как она не приехала? Мне просто сказали, что я буду... Мне просто сказали, что я буду переводить речь Ролла Апилиттора. Но я буду переводить все время. Если надо, пожалуйста, давайте введем ее. Лучше введем. Продолжение следует... Сегодня у нас очень специалисты, и у нас есть очень важный момент, потому что мы не общаемся, и у нас есть специальные дни, и просто насчет. Не только сегодня, и не только сегодня, но и все дни в будущем. И закончу на русском языке и скажу, что действительно, это дело, что мы почувствовали этот путь, который начинается активный наш собственный путь только сегодня. Это было уникальное событие, которое нас включило в зеленый свет, как и есть мир. Мы действительно теперь о своей жизни знаем, есть мир. Мы идем в дружной семье дальше, приглашаем новых, новых людей, и показываем всему миру не то, что мы творили, а то, что мы сегодня реально можем реализовать. И сегодня, конечно, самый главный гостик, я даю дальше слово нашему выступающему Виктору. Вы начнете, да? Нам тогда предное слово Виктору. Спасибо, Виктору, что у вас еще осталось сил. Сегодня у вас будет очень хорошо. Спасибо. Я выступаю на своем родном языке, потому что, прошу прощения, немного уже мозги закипают, поэтому не переводите. Ну что, дорогие друзья, я правда могу поздравить нас с огромным успехом. Я правда могу сказать, что сегодня на стенде мы показали уникальную технологию на мировой инновационной выставке. Таких не было здесь показано. Дорогие друзья, я могу поздравить вашу успех. И сегодня мы закончим презентацию о уникальной технологии, которая никогда не существовала в истории о мировой инновационной. То есть, если вас как-нибудь в жизни спросят, были ли вы причастны к уникальному моменту в истории, да, ваш ответ четко и твердо должен быть да, потому что это именно был и есть этот момент. Таким образом, если в любом случае в жизни вы спросили, если у вас есть что-то, что уникальное в истории человеческой истории, то вы обязаны сказать «Да». Потому что это был только тот момент. На этой выставке были представлены передовые разработки со всего мира в области рельсового транспорта, монорельсовых компаний, занимающихся с перевозкой с помощью кейбл-кар, канатной дороги, канатной дороги. Им было интересно, конечно, смотреть за передовой транспортной наукой мировой, потому что все-таки Беларусь не является в этом плане направлением основным развития инновационного транспорта, не являлась. И было интересно смотреть и видеть статус искусственной технологии в мире. До того момента Беларусь никогда не была считана таким. Но смешнее всего и интереснее всего было наблюдать, когда в конце каждого дня конференции в шесть часов звучала музыка, все начинали сворачивать свои стенды. Но каждого вечера в шесть часов, когда музыка началась играть, и все начали разобраться. Участники конференции, посетители, ну, больше всего, участники конференции устремлялись к выходу и шли к ближайшей станции метро. И когда ты подходил к этой станции метро, ты видел вот эти вот brilliant minds, светоча, транспортные науки, людей в дорогих пиджаках, загорелых, красивых, CEO разных компаний. Я точно не мешаю? Хорошо. Вот. И этих людей, которые являют собой будущее транспортной науки, все они толпятся на старой станции S-BAN, электрички, и все пытаются залезть толпой в старый поезд, который на тайне сейчас громыхает. So, it was very interesting to see all these people that embody and represent the future of the transportation signs, why not? How they enter the metro station, the S-BAN station, and how they keep up in order to mount an old train, like the one that we hear every now and then, but passing on top. Все зажаты, как сильные бочки, не с первого раза удается залезть в этот вымыхающий поезд. Это говорит о том, что даже на инновационной выставке и на транс нет четкого ответа, каким должен быть транспорт и чтобы отвечать вызовам того времени, которое идет, которое уже наступило. And all of them are stuffed like hearings in a can in the cards of S-BAN that symbolizes the fact that even this exhibition bears no answer to the questions raised by the problems of modern transportation systems. с нашим уважаемым коллегой с мистером Хуком мы были на церемонии открытия и слушали внимательно, что говорила и европейский комиссар по транспорту, глава С-Бан, глава канадской железной дороги. Питер и Рот были вместе в открытой церемонии и слушали очень важные люди, как я уже говорил, на этой церемонии уделяли время на этой церемонии уделяли время такому понятию, как мобильность 4.0, такому понятию, как диджитализация, отбровка транспортных технологий. We are talking of the core zero mobility, digitalization of transportation technologies. Но по факту, глава канадской железной дороги, например, ставил себе заслугу как самое инновационное, что он сделал это Wi-Fi в поездах. But the net of the Canadian Railway Service mentioned as his highest and biggest and most important achievement introduction of Wi-Fi in Canadian trainings. у меня вообще осталось ощущение, что выставка InnoTrans это, ну, по мнению присутствующих там инновация в транспорте это взять железный, ну то есть железнодорожный поезд, набить его компьютерами, набить его software последними разработками и выпустить на Алисы. So, he has an impression that innovations in transport are understood as an old railway locomotive, which is tough with computers and software, which is moving along the old railway track. Вы сами отлично понимаете, что это никакое не решение проблемы. Это не решение проблемы не дороговизны, инфраструктура, не ее экологичности, не ее возможности перевозить большие объемы людей, не этой самой мобильности 4.0. Do you understand yourself that in no way there are answers to the problems that we have of the existing transportation problems, meaning that it does not render the cost of transportation, or it does not make it more ecological, more faster than it is now. Вице-президент компании Simons, который заглянул на наш стенд буквально нерадолго, я провел вам быструю презентацию, сказал очень интересные мысли. Вообще, очень полезно находиться в среди одновременно думающих людей они очень позитивно реагируют на технологию, потому что мы все-таки являемся среди них белой вороной, мы настоящие бюзионеры, мы настоящие виноваты. He said he had a very interesting experience when he presented our technology to vice-president of Simons when we visited our booth. And it is very interesting to observe how thinking people think and what they tell you while they talk. He said, he was listening внимательно, quickly схватывал, вопросов почти не возникало, потому что, мне кажется, мы очень наглядно отразили все ключевые составляющие нашей технологии на нашем стенде. и он сказал то, что, ребята, вот вы похожи максимально из всего того, что я раньше видел, вот на именно тут недостающую часть цепочки, которая поможет перейти от поездов, которые пришли к нам из прошлой эры и решить те проблемы, которые сейчас решает новая волна самоуправляющих автомобилей, которые сейчас являются трендом. автоматизация и он сказал, что мы думали, что мы взглянем между трендами прошлого и будущим, в котором современные машины, которые как бы автоматизированы, все равно не было решено. Эти машины не так но мы мы. Потому что автоматизация, это правильно, но мы не забываем о том, что машины двигаются на одном уровне с людьми. Потому что автоматизация в порядке, но мы не должны не забыть, что партнеры на другом уровне на другом уровне с людьми. Проблема полутора миллиона смертей в год в автодорожных катастрофах в десятки раз больше инвалидности под автомобилей остаются насущные и неправильно не убиваются. Это самая страшная война, которая сейчас идет. и 1.5 миллион англ «дефтал» в «ролевые accident» и 10 раз больше «ролевые в 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 Ну, вкратце, что я хотел бы сказать к моей вещи добавить. Я хотел бы благодарить, конечно, вас всех, кто здесь присутствует, кто присутствует виртуально через те возможные системы связи. Сегодня был важнейший момент, один из важнейших моментов в нашей сетевой карте развития компании. Мы не только показали нулевой километр в Беларуси, еще многие даже не знают, где Беларусь находится. Мы не только начали и продолжаем активную стройку тестового участка, потому что для многих это столбы толчащими из земли пока. Но мы показали возможность работы нашей команды в сжатые сроки выполнить очень важные задачи. Мы выполнили, я думаю, план на 200%, и это в том числе, вы должны понимать, что в этом плане и в этом проекте, в том, что мы продемонстрировали, где есть частичка каждого из вас, очень важная для нас частичка. И мы думаем, что мы достигнули намного плана 200%. И вы должны понимать, что в этом достижении есть большая поддержка для каждого и каждого. Я сегодня с большой радостью наблюдал, когда люди приходили на стенд и видели то, что мы презентуем, наши инвесторы, наши сторонники. Я отлично понимал, через какие сложные испытания вы прошли, когда волны скептицизма, негатива, вы должны преодолевать людскую неуверенность, страх и прочие негативные вещи. Когда люди видели, что это уже не компьютерный дизайн, а это настоящее, то, что вы сделали не своими руками, но благодаря вам это сделано, и это реально, и в ближайшее время, вы сами знаете, все это начнет уже развиваться все больше, больше и больше. И это очень важно, чтобы видеть, что люди видели и чувствовали, что это вероятно, что это не более компьютерная модельная реальность, что все это не было. Так что, еще раз хочу всех вас поблагодарить за ваш вклад. Мы сделали сегодня огромное дело. Я благодарен той команде, которая была со мной сам поначалу здесь, в Берлине, когда мы начали строить стенды, когда мы привезли сюда все оборудование. Ну, друзья, еще раз большое спасибо. Строй Skyway. Спасай планет. Спасибо. 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 Спасибо большое. Это приятно разделить с вами этот вечер, который венчает всю эту неделю, которую мы провели вместе в Двердене. Много извините, кто бы хотел что-то слышать мне в Руси или в другом языке, даже в Двердене. У меня есть одна возможность. У меня есть английский. Независимо, как я уже упал, это единственная возможность. Он приносит извинения, что не может говорить с вами на каком-то другом языке, то есть на немецком. Он очень устал. Тем не менее, на английском он говорит «в состоянии». Это единственная возможность. Неделя на Иннотранс, это уникальный опыт, произвело потрясающее впечатление. Такое огромное количество посетителей, такое количество участников. Иногда ему казалось, что за день он видел больше людей, чем живут в Австралии. Как Виктор сказал, мы пошли в открытый церемоний, и мы слышали людей, и я думаю, что в целом неделе я слышал людей, которые называют, что они называют инновационные и новые технологии. И в так много местах, через различные экземпляры, и только 3,000 экземпляры, они не дали новую технологию, они дали Wi-Fi в своих автомобилях. За это время он посетил очень много выставочных стендов, с очень многими людьми поговорил. Побывали они действительно с Виктором на церемонии открытия и везде. Речь идет об инновациях, о новых технологиях, но в действительности, в реальности, дальше внедрение Wi-Fi в поездах, дело внедрение. Везде говорят о том, что энергозапратность транспорта должна снижаться, и, говоря при этом, все, что они делают, это добавляют в подвижной состав новый компьютер. Все говорят о том, что нужно снижать выбросы углерода, то есть СО, СО2, и тем не менее он видит, что используются все те же двигатели, на все те же дорогах, что и ранее. И в мире исключает коэффективные инструменты, новые способны и эффективными способами сам Powinoray their budgets, но все злои Questions которые все еще покупают электроны, покупают электроны, много миллионов долларов за колонжки, а также по ценам развития работы креции, они не обращают новые иннованные и коэффективные инструменты. Постоянно также он слышал разговоры о том, что стоимость транспорта, в том числе и стоимость, необходимо снижать. И тем не менее, судя по тем ценам, за которые продаются и покупаются, что трамваи, что поезда, не видно никаких новых решений в этом направлении. So we weren't the biggest stand at the Inner Trains event, there were bigger firms, there were bigger stands, there were stands that offered hospitality and tables and chairs, there were stands with extensive giveaways. And we were in a corner, in a relatively modest scheme, no hospitality, no chairs, we always had a crowd because we offered something new and unique and people were interested. Мы не были самым большим стендом, были намного больше. Мы делали самые крупные компании, здесь были мировые имена. Мы не предлагали напиток, мы не предлагали виды, мы не предлагали музыку, мы не предлагали официанта, особого какого-то гостеприимства. Все, что у нас было, это та технология, которую мы создали и привезли сюда. И посетителей у нас всегда было больше, чем у нас остальные издания. So I am proud to be associated with our colleagues from Belarus, who offer innovation in new technology, who offer low energy, who offer low carbon, who offer cost-effective solutions. I am proud to be connected and associated with Belarus, who offer all the things that the rest of us are saying. То есть снижение себестоимости транспорта, снижение вредных выбросов, увеличение скорости и все то, что ведет нас в будущее. Это 18 months, probably now heading to almost two years ago, that I received an email in Australia from a lady of Belarusian heritage, who lives in Adelaide. Я не знал о ней, я не знал о SkyWay, я спрашивал, если это было какие-то эффекты. Мы вообще обсуждали, ли я отвечу к этому эмилу, или ли я просто восприниму его как негативная референция, которая не дает никаких дополнительных вопросов. Которая живет в Австралии, которая имеет корни в Беларуси, она написала ему об этом проекте, и он долго не мог решить, что делать с этим письмом. Или просто проигнорировать, или действительно уделить внимание. Это все привело к тому, что он ответил на это письмо по электронной почте, после этого был телефонный злоног, после этого были объяснения, представления проекта, затем по скайпу, по телефону и по телефону. Мы были интересны. Мы решили, что этот продукт имеет линзи. Но я думал, что никакой способности я принимать это дальше в Австралии, если я на корабле и встречу этих партнеров. Первый вопрос, что я всегда буду задать, что я был там, что я видел там, что я видел там. В сентябре этого года, мы на корабле, и мы посетили Беларуси, мы посетили МИЦ, мы посетили работу на тест-сайт, но более чем это, мы посетили все инженеры и увидели все инженеры, которые были в МИЦ. Значит, он понял, что у проекта есть перспектива, но понимал, что не посетив Беларусь, он не сможет его продвигать, потому что первое, что его спросит, это ты сам-то был там, сам-то это видел, поэтому он сел на самолет и полетел в Беларусь, и встретился с людьми, которые создают проект, посетил этот этнопарк, где началось строительство, и с инженерами, которые работают в компании, прошелся по всем подробностям, по всем цифрам проекта. So we returned from Minsk in September last year, and I started to talk publicly about this new development called SkyWay. И в сентябре прошлого года он вернулся из МИЦ в Австралию и начал публично всем рассказывать, кто такое есть SkyWay, нашел продвигать проект. I'm getting coverage in media, I'm doing radio interviews, there are articles in newspapers, we're doing TV, we are introducing someone, something new, and not many people do those together. I think then, as even now, there are some who still think in Australia that we're dealing with something that is futuristic, that they don't think will ever happen. Хотя он думает, что еще остались в Австралии люди, которые считают, что то, о чем он рассказывает, это что-то футуристическое, то, что никогда не произойдет. There are a number of others who ain't cynical, but who are actually giving us credit, saying, because you're involved, we think this might have links and it might work. Есть и другие, которые имеют определенный циничный подход к этой проблеме, которые говорят, ну, раз ты этим занимаешься, то у этого дела есть шансы на успех. And there are still others who say to me when I make these presentations in Australia, we think it is brilliant, just find a way, make sure it happens. Но есть и такие, которые говорят, нам это нравится, мы считаем, что это великолепно, пожалуйста, и способ для того, чтобы воплотить это в жизнь. И он потрясен тем интересом и тем уровнем оповещенности людей о нашем проекте, несмотря на то, что до сих пор он не мог никому из них продемонстрировать в действии систему SkyWake, то есть ответить на вопрос, покажи где это и как это работает. Как это работает. И он очень вдохновлен тем фактом, что в ближайшие два месяца в Беларуси начнет функционировать опытный участок, испытательный центр SkyWake, и после этого начнется строительство подобного же, который в меньшем масштабе участка в Австралии, и на подобные вопросы он сможет ответить. Поехали, я покажу тебе. So a little bit about Australia, the first thing you will notice is that we are a very long way away. Итак, пару слов об Австралии. Самое главное, они очень далеко. I will fly home after this weekend. I will be at least 20 hours in the air. But you had other hours with the transfers and arrangements. So we are a long way. But if you can get a very good sleep on a plane, we're a good sleep on a day traveling in a plane to come to visit us. Значит, полет длится 20 часов, с учетом подготовки и всего остального еще дольше. Но если вы в состоянии хорошо спать в самолете, то добро пожаловать в Австралию. Всегда можете приехать и навестить его. Мы очень большая страна, ее площадь составляет примерно 75% от площади всей Европы. Но население там 24 миллиона человек, то есть примерно 3% из Европы. We are a country with a lot of traditional rail that has been amongst the frontiers of development in Australia as it has been in our countries. But you see traditional rail on the seat, on the belt, on the ground, with planes of roughly 100 kilometers an hour. No new technology on rail in Australia. В Австралии используется в качестве основного регистраста традиционная устаревшая железная дорога, то есть лекции на шпалах, которые, в свою очередь, на Баварсте. Может быть, они как-то не используют, но они не используют, где его употребляют. То есть никаких особых инноваций вы здесь не имеете? So there is potential, because we don't have any new technology rail that has to be replaced. We're starting from a load base. There is potential, because a large part of Australia is red dirt outback looking something like that. There is potential, because a large part of Australia is not as well as you can see. You build a road to take product from mine site to port. You will build very long roads that will be washed out when it rains or floods every one or two years. And the floods take out not 30 meters, they will take out 30 kilometers of the road because of the way these floods operate in Australia. So you can see the potential of skyway in the outback, as you can see the potential of the skyway in our pastoral land. We have a lot of farming activity, and we have sheep, and we have cows, and we have crops. What Skyway offers is the ability to bridge those areas, to have mobility through those areas without alienating farms and without dividing communities. And we have cities with roads and streets. А также в Австралии есть города с улицами и дорогами, и, как правило, в качестве общественного транспорта в Австралии используются фрамваи, потому что люди привыкли и любят их. И поэтому мы говорим, что если вы выберете скайуэй, то вам не нужно будет делать насыпь для трамвая, то не надо будет сужать проезжую часть, хотя по этой фотографии не нужно будет сужать проезжую часть. И, как говорит Рот, вам может показаться, что никакого движения там особого нет. Мы предлагаем сделать подобную схему движения и передвигаться на втором уровне, то есть в Австралии. Опять же, я делал презентации на это в публичных мероприятиях, в консультурных мероприятиях, дорога, который называется «Анни Роад», в консультуре, в большом магазине, в возможности для скайуэй не прогрессировать дорогу, «Анни Ту Лэнс», и тогда работать на стопе, который позволяет дать доступ к скайуэй, и также служить скайуэй. Он во многих очень местах делал презентации, где показывал подобные изображения, которые вы видели сейчас, о том, что можно связать все эти места и посадку, передвижение, сделать на верхнем уровне так, чтобы внизу не занимать большую часть территории. «Анни Роад», «Анни Роад», «Анни Роад» «Анни Роад», «Анни Роад», «Анни Роад», «Анни Роад», «Анни Роад». Также огромные возможности есть на восточном побережье, поскольку здесь есть крупные города, и, допустим, между Сиднеем и Мейдлайном нет скоростной железной дороги, нет никакого сверхскоростного сообщения, а плотность населения здесь очень велика, и людям очень нужно то, что мы можем предложить. Once you make that connection, it's not far for another connection to Adelaide or a connection from Sydney to Brisbane, and the major population in Australia is being connected by high-speed rail. A change in transport in Australia because no-one catches the train between Melbourne and Sydney. It's too slow. It doesn't even run very often. They catch planes. 500 km an hour Skyway changes the game. Поэтому, если сюда еще, к этой, допустим, ветке, добавить еще ветку в Brisbane, а с другой стороны в Adelaide, то людям это будет очень выгодно, очень интересно, потому что сейчас поезда ходят редко, и они очень медленные, и единственный вариант – это самолет. Поэтому у Skyway там огромные перспективы, и если мы соединим вот эти четыре города, которые он упомянул, то правила игры изменятся на целом континенте. На этом слайде вы видите список месторождений полезных ископаемых, которые также все являются нашими потенциальными клиентами в следующие два-пять лет. ИНТРИГУЯ АВТРА БОНЪЗОВАНКИ either to the nearest railroad that may be several hundred kilometers away or to the nearest coastline that may not even have a port so that it can go to market and be put on ships. Every mine is a potential opportunity for SkyWay because there's no roads out there and largely no rail. So, all these places have products that they need to sell or sell. Or to the nearest railroad station, which may be in a hundred kilometers or to the sea. By the way, at the nearest point of the sea there may not be a port. And all of them potentially in the future are our customers. And in conclusion, the last opportunity I want to identify which I think is an exciting one for us in Australia and hopefully exciting for everyone involved with our colleagues from Belarus, everyone involved with SkyWay is that we know that 60% of the children of the world live within the tropics. from the southern tropic up to the northern, within that area where the equator is, 60% of our children live in that area. 90% of those live in the Asian region. Not far from Australia. And they need to be fed, they need protein, and they need resources. In the northern part of Australia, we have less than 1 million people living across the north of Australia. Most of them are down the eastern seagull. This is largely virgin land. This is largely uninhabited. It has very high rainfall. It is in the tropics. We have to have an opportunity in Australia to make this the food bowl and the resource bowl for the future of the Asian region. But we don't have infrastructure. The government has recognised... Sorry. I'm professional. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. I'm professional. I'll do it. Okay. As far as he is... Stop. Um... That's it. 80% of the children living under the mijsobrans, between them,密 средством and thefish of Oz кому. 90% are f Siberian. They all need to feed them all in the park. Then the region of the신 suck. We still need to feed them all in Control in Africa, Всего лишь 1 миллион человек на такой огромной территории. Территория эта, поскольку она тропическая, имеет огромное количество осадков. И, как говорит РОД, возможно ее сделать житницей, которая будет кормить весь азиатский регион. Для этого необходима инфраструктура, которой пока нет. Но к чему ее можно догадаться, вот здесь он сделал пауз. ПО' на этом! ПО' на этом! У меня не все понимали, что он говорил, да? ПО' на этом! ПО' на этом! ПОЕПЛЯЖЕНИЕ АВТОМАНИЕ! У нас в будущем есть опция. В Астраханией и мы пообщем обучаемых зонах. Мы надеемся, что SKYWAY имеет твойность, и тогда вот начинаем рецепт, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он приехал с двумя инженерами из всемирно известной компании Он ее не назвал, поэтому я тоже пока ее не называю Ему нужны были люди, которые, во-первых, подтвердят его уверенность в том, что проект жизнеспособный, что он действительно инновационный, что он реализуемый А также они нужны были ему для того, чтобы перевести все нормы, стандарты белорусские, по которым идет проектирование, для Австралии И вот с этой целью он привез их инженеров, они с этим всем, похоже, блестяще справляются Анатолий согласился с тем, что необходимо и является прекрасной идеей построить также небольшой испытательный полигон в Австралии Соглашение было достигнуто и, как предполагает РОД, в середине следующего года уже что-то пригодится с местом расположения Парадон, может, в середине следующего года будет построен Тестер-полигон В первой стороне в Австралии, поддерживая тот, который будет работать в Беларуси Я уверен, что мы сможем иметь коммерческие договоры, которые начнутся вместе с mid-2018 И он уверен, что после этого, примерно, как он рассчитывает, в 2018 году, после того, как будет построен тестовый участок Австралии Будет заключено большое количество коммерческих выгодных контрактов И Австралия станет поддерживать беларусский проект так же, как вы все поддерживаете СТВ Спасибо за просмотр, что меня сегодняшний день Спасибо за многое, что хотят приехать и получать фотографии с нами Это было прекрасно встретиться с вами Я желаю вас здорово И мы будем продолжать увеличивать нашу возможность работать вместе Ротфук благодарит вас всех за ваше гостеприимство За то, что так тепло к нему отнеслись Что такое внимание ему уделили Что сколько раз подходили с просьбой взять автограф или сфотографироваться И он уверен, что мы все вместе продолжим трудиться на благо нашего общего проекта Спасибо 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 И так, друзья, я думаю, мы провели прекрасный час Незаметно прошло время И рад переходить на праздничную часть этого вечера Но перед тем, как мы расстаемся Я хочу объявить следующую нашу важную встречу И в следующий раз мы встречаемся Всем, кто желает присутствовать Пожалуйста, приглашаю на Европейский форум В октябре 23-24 октября в Латвии, в городе Рига У нас еще приятные слова Пожалуйста, приглашаю на Европейский форум Пожалуйста, приглашаю на Европейский форум Пожалуйста, я смогу сделать это, но я не буду говорить Спасибо большое за огромный участие, который мы нашли в последние месяцы и месяцы Мы очень рады, что вместе с SkyWay工作 Мы очень счастливы, что вместе с SkyWay работали И с этой идеейavilеза в основном, в мире Спасибо Спасибо Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...